ну-ка еще раз вытащи засунь вот он не пролазит сюда ну да он болты мешает ну тут дико выработка вот она ногах вижу выработку и дальше здесь меньше здесь меньше здесь ваще и там сильно развалитывал колеса стали разводиться в разные стороны вот если это вот ну то есть дожило сбоку а здесь он чуть всю ее подвязал давай стилит ну нет у них визуально целый все нормально стилита нормально сам ничего такого особенного нет да нет их видно что они да нет нет а корпус вот это давай посмотрим ну здесь тоже все целое и здесь да корпус опять же вот ну вот от этой прилегания вот этой вот оно тоже сожранное то есть на крышке тоже есть из них да 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 на крышке тоже вот он как вот он здесь стоял ну какой ты сильно здесь аж протянута металл ну все ясно ладно друзья всем привет поступил звонок с транспортной компании кит то что пришел товар с тольятти от производителя в это купил мы специал повышенного трения вот в это ну скажу сразу коробка стандартная самым да но то что внутри как мне производить скала что пока это он первый скрывать скрывать его якобы распаковывать скрывать его нельзя то есть разбирать якобы что мы если его разберем невозможно неправильно соберем то есть конструктивно он будет отличаться от тех которые мы с вами устанавливали сегодняшнее видео ну как оно будет проходить у нас вот мы его достаем смотрим да производители сказали что будет срабатывать он быстрее жестче это на 24 шлица он идет то есть мы ставим наперед как помните видео мы разбирали и там были 6 полосей ну с износом потом мы его отправили было много комментариев видео и производители пообещали нам ну прислать якобы новую свою разработку это вот новая разработка не на сайте пока нигде нету конструктивно тоже не знаю ну на первый взгляд ну червяки да то есть сателлиты так же стоят наверное так же 10 да ну разбирать мы не будем я пообещал производителя что мы его разбирать не будем говорю сразу нет коробки стандартные здесь такого ничего нет преднатяг а ну преднатяг 5 да и вот смотрите называется серия про если даже зайдете на сайт вы этого не увидите да конструктивно он отличается совсем другой совершенно другой это примерно как отсадок мы по моему ставили вот у них тоже такие вот болты да вот примерно так на 24 шлица вот болты в комплекте это на главную пару почему-то под шестигранник ну а ну все здесь обычно с пазамистов который идет да да лишь в паз ну да да потому что обычно идут под ключ да под ключ но здесь под ключ не закрутишь здесь ну ключ не оденешь они с потаем сделаны ну да и вот интересно все вот это шестигранником а вот 24 шлица преднатяг 5 кг вот ну интересненько ну так вот я не знаю чего что-то такого прямо глобально нового не могу сказать не могу сказать будем ставить смысл какой мы в передней устанавливали SRPM стальной редуктор переднего моста от компании SATOK вместе с дифференциалом повышенного трения мы разбираем перед смотрим что с тем самоблоком ну визуально потому что разбирать не будем вот и поставим покатаемся и уже честный отзыв как это все будет работать срабатывать вот естественно потому что до этого уже мы меняли несколько раз и всегда то стружка то износ был вот за счет этого мы с производителем в принципе не нашли общий диалог они говорят что это я неправильно делаю то что там масло то это явно не не твоя причина да хотя мы всегда это все меняем вовремя и чтобы без масла ездить такого нету вот так что вот она добро пожаловать в наши руки новая разработка АВТ надеюсь что ребята прислушались надеюсь что ну делают должны делать нормальные вещи все таки резонанс такой был небольшой вот поэтому будем устанавливать купил подшипники ну во-первых подшипники здесь внутренняя часть не 3,3 а 3,5 кое-как нашел вот такие вот подшипники 1000 рублей один подшипник привез к Александру все подшипники одели давай показывай подшипники одели корпус заводской показывай а редуктор не лезет все он там болтами здесь болтами да смотрите вот болт вот болт вот болт ну тут он туда никак не заходит даже если мы его запихаем это будет какой нервный вообще никак он туда да вот они подшипники позвонили производителям они говорят типа бугельные надо подпилить говорим как подпилить он туда не просто не проваливается правильно просто не проходит болт вот эти болты мешают правильно да вот этот корпус заводской вот то есть мы поставили распорванную втулку мне плюс надо еще место чтобы отрегулировать главную пару он и так не лезет а куда мне двигать его еще написали позвонили производителям ждем ответа ждем ответа заехал эти подшипники купил во первых здесь у вас три с половиной идет внутренняя тысяча рублей подшипник стоит у родного меньше у этого три с половиной внутренняя если даже он не подходит опять меня на бабки сажаете то есть как я его сниму безболезненно отсюда и издать я его не могу это все деньги самое интересное мы и машину уже начали разбирать оказалось будем собирать что мы решили дифференциалом повышенное трение новой разработки от АВТ которого нет еще нигде на сайте и как они говорят что прислали мне его первым который не залазит и не подошел на утро встал думаю поеду я наверно пару болтиков там шляпки у них высокие выкрутил пару болтиков посмотрел размеры взял один как образец и поехал уже в магазин чтобы купить со шляпками пониже так как шляпки не дают пчелок его засунуть вот в принципе только в магазин приехал уже нашел себе болтики ну с такого же металла чтобы каленые были они мне пишут Виталий пришлите нам его обратно я поехал в транспортную компанию и отправил вот такие дела так вот у нас все и получилось очень обидно конечно что не получилось у нас его установить я это мое мнение что я считаю что это виноват производитель потому что если вы отправляете вы должны были его померить посмотреть вот так как чулок у нас идет заводской там ни плюс ни минус или мы должны были его протачивать но как-то это я считаю неправильно с этой стороны отправлять ту деталь которую сами не посмотрели в городе оренбурге вот вы можете обратиться если там приехать самоблок установить или что-то вот пожалуйста Александр уже и на уазы нам ставил тепловые зазоры выставляет все правильно кому конечно если интересно как это все делается в принципе видос у нас есть мы уже как-то это все записывали да а если кому прям интересно отдельно можем записать полный цикл да вот не вопрос да ну все получил я дифференциал повышенного трения от АВТ вот смотрите лежит ну коробки у них не меняются были они и здесь вот тоже рекомендуемые масла в принципе тоже ничего у них не меняется здесь они указали что положили подшипники вот видите положили два подшипника но я думаю что это стандартный на 24 шлица ничего нового там не будет вот давайте поедем к Александру вскроем и посмотрим к Александру приехала Саня привет еще раз наш редуктор заводской который мы вставляли сюда дефицитал повышенного трения новые разработки АВТ он у нас не влез у нас болты упирались правильно? украина прислали новый вот при вас скрываем здесь они положили нам подшипники так как мы запороли ну вернее как мы одели же подшипники а редуктор не влез да снимать мы их не стали ну во-первых проблематично безболезненно практически невозможно именно с того самобор потому что там даже съемник не зацепишь вот написано подшипники видите подшипники открываем смотрим это что 10 10 кг преднатяг что наперед про это мы уже как бы разговаривали про преднатяг да ну да в пластиковый 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 то есть подшипники как видите ну обычные пластиковые обоины один где второй а вон есть второй ну такой такой напомню я покупал подшипники тысячи рублей каждый стоит у меня механические обоины старые путевые ладно ребята АВТ за подшипники спасибо как-то меньше обидно когда если вообще бы не положили открываем деференциал повышенного трения от производителя АВТ так а он немножко другой не как обычно а сзади крышки не снимаются это старого образца это старого образца но по корпусу скажу немножко другой отличается от тех которые у меня приходили да ну да тут больше ну как я вам скажу технологических отверстий которые для смазки для смазки да здесь болтов больше там меньше было болтов ну плюс-минус ну то есть есть какие-то изменения явно есть изменения да здесь вот тоже 10 кг при натяге про 10 кг при натяге то что я говорил и когда у нас не у нас сами шестерни полосе шестерни полосе да в середине стоят шайбы при натяге они раздвигают шестерни полосе корпусу и у нас между шестерни полосе и корпусом был сильный износ правильно да 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 ну здесь по крайней мере стружки нету согласен так по поводу стружки мы в видео не показали когда пришел новый дефицитал повышенного трения мы его вскрыли вот вот так же я показал общее а потом александр говорит виталий смотри стружка была в болтах в болту и и вот в этих отверстиях да я отправил производителям говорю ребята вот стружка я говорю я видео не стал рассказывать про эту отправил им это ну в личку я думал они там скажут Виталян спасибо или что-то молча промолчали про эту ситуацию ну не знаю мне как-то стало неприятно то что промолчали как будто это так и должно быть я понимаю они бы ответили там да извините там наша недоработка мы разберемся или там мы посмотрим но они промолчали я молчать не буду показываю как было давай померяем посмотрим ну этот ну явно тут он нет да и этот лезет видишь ну тут и есть и зазоры место регулировки куда а тут у нас не то что место у нас он просто не залазил потому что были высокие шляпки помнишь они здесь болты были тоже они вот здесь упирались и с этой стороны были упирались да да это вот стандарт но хотя тот тоже бы влез если бы мы все-таки шляпки бы с тобой заменили мы хотели спилить или заменить нам не дали да нам говорят ребята отправляйте вот я опять по поводу отправлять я им отправил написал вы говорю исправить вот эту ситуацию мне отправите опять тишина со мной никто не стал общаться саня вот лично мое мнение я просто хочу услышать твое мнение если производитель присылает экспериментальную какую-то деталь ну в данном случае дифференциал повышенного трения да которого нету на сайте вот просто хочу услышать твое мнение как ты считаешь если они мне присылают его он не лезет он не лезет туда а это ну как минимум у нас редуктор был снятый и ну то есть нам не пришлось разбирать машину хотя бы наполовину ее разобрали хотя мы уже ну начали то есть ну никто это они видимо не мерили их там ничего я не знаю как они делали то есть у нас был уже редуктор снятый мы попробовали он не лезет туда да мы одели подшипники одели подшипники начали вставлять он у нас туда не лезет а кто бы платил если бы мы все это разобрали он у нас бы не залез и потом это все назад собирает потому что другого то у нас нету как бы тут вот такое такая ситуация что а ты примерно по цене скажи вот надо снять снять разобрать главную пару это четыре с половиной тысяч вот четыре с половиной тысяч это немало и деньги чтобы просто снять разобрать посмотреть и убедить что он не лезет туда и назад все собрать плюс масло слили масло опять новое залили потому что мы его слили потому что ну как думали то сейчас новый самоблок все новое масло старое все сразу утиль слили ну и пришлось опять все новое сливать это минус деньги все минус деньги я просто хочу ну до производителя это как бы чтобы он понял если вы делаете какую-то вещь новую и он вас не лезет тогда я думаю что он должен и за работу оплачивать ну да по сути то ну да это как бы это ихний косяк то есть ну они они не проверили что он не влазит в редуктор то есть человек деньги заплатит это ладно что ну как бы нам это прислали как первым а если бы они пустили это в серию и и люди бы начали звонить им и говорить что не лезет я не знаю что бы они делали между прочим сейчас я вам покажу вставочку ролика это я делал в другом сервисе когда мне присылали четырехсателлитный дифференциал тоже тоже не влазит тоже первые да и у нас крышки не сошлись так как они ошиблись в размерах и тоже я им написал они там подняли эту как называется чертежную схему какую-то там как это инженера там и тоже никто не сказал бля мы ошиблись Виталян извини просто ну как-то я это не знаю или я не прав ребята вот вы просто напишите ваше мнение мы не утверждаем ничего просто говорим как есть напишите ваше мнение ладно теперь мы что с тобой собираем да собираем так как он немножко другой отличается от тех которые я отправил потому что у них тоже есть старые образцы есть новые образцы я думаю это новые они тоже я думаю видят на какие-то претензии наверное к ним приходят да ну возможно все таки работают что-то дорабатывают масляные канавки чтобы больше смазался да вот сейчас в этом каналов больше да вот здесь вот именно где шерстные полоси вот канавки и болтов больше да что-то другое разбирать не буду уже разбирал я думаю тут ничего нового нам конечно хотелось попробовать тот который прислали новый нового образца которые сказали что будет работать срабатывать все четенько но к сожалению ну прислали обычный да спасибо что прислали обычный говорю как есть спасибо установим теперь вопрос у меня там стоит от другого производителя на передке да здесь 10 килограмм да не многовато ли наперед наперед мне кажется многовато 10 тоже спросили бы это сколько ну да хотя знали что наперед да им говорили что именно мы будем устанавливать прислали 10 килограмм 10 многовато наперед ну да ладно мы снимаем тот сад так у нас да да посмотрим разберем состояние посмотрим там скажем да мы между прочим когда масло сливали и между прочим от когда на крышке не было стружки усатка не было стружки да недавно мы снимали с александром здесь видео про эти присадки да да заднем мосту пробка была вся ну в металлической пыли да задний редуктор полностью у меня стоит вот а в это я у вас покупал в сборе прям сборе мне присылали мы не перебирали ничего буквально проехал немножко причем масло поменяли тоже недавно недавно да само масло в принципе ну не сказать что там сильно это но из-за металлической стружки то есть ну мы поменяли масло почему так тоже не знаю изначально самые первые видео еще у официального дилера я менял масло ну как там было написано 200 километров приезжаешь там да снимал и стружка я тоже к вам обращался почему так и вот уже сколько мы с вами ну три года я наверное про вас рассказываю вот и почему-то стружка почему у других производителей нету я не знаю ну я не могу сказать качество обработки вот ребята кто сталкивался с продукцией вот напишите в комментариях нам просто будет интересно почитать кто с чем сталкивался у кого есть стружка у кого нет стружка вот у меня сейчас 49 тысяч километров пробега на автомобиле сколько я их уже поменял я уже сам забыл вот честно скажу вот АВТ менял часто некоторые я ставил у некоторых там то шайбы то я увеличивал то уменьшал вот но тот где я сам увеличивал преднатяг мы его разыграли между подписчиками я его отдал и как бы у меня он не стоит все остальные дифференциалы повышенного трения приходили именно от производителя там уже мы преднатяг не трогали и на данный момент вот они стоят у меня в заднем редукторе собираем устанавливаем тогда да покатаемся все приезжайте к Александру автосервис 56 степан разин 207 да ремонты отрегулировать редуктора там раздатки коробки вот Александр всем этим занимается телефон указанный звоним приезжаем и к вас самое главное пишем комментарии про продукцию АВТ да просто интересно у кого то еще так же было или это нам так попадает да хотя производитель говорит что это виноват в принципе кто я да что мы что у нас то масляное голодание это вот наше мнение мы не утверждаем ждем комментарии ребята все на этом пока все редуктор собрали АВТ зазоры тепловые выставили разбираем автомобиль вытаскиваем полуоси и поставим вот АВТ для того чтобы установить самоблок нам приходится вытаскивать полуоси SRPM полностью приходится вытаскивать то есть разбираешь половина машины да и увидели что порванный пыльник надо будет на внутренний вот вот вон ага сейчас заменим причем когда вот сюда вот на клетку итак смотрим диперсал повышенного трения от SATOK плюсы и минусы сразу посмотреть просто некоторые глупости говорят что это Китай хотя ребята говорят что это они сами делают кому верить пока не знаем люфт нет нигде нет то есть на хвостовике все нормально нет да ну да все вращается легко ну да я полностью покупал то есть вот в сборе от компании SATOK да вот смотрите самоблок тоже SATOK все нормально все нормально да это но по крайней мере как мы поняли с тобой что эти отверстие больше стало для смазки да ну чтоб больше смазать да что здесь вот по бокам а здесь по бокам то и нет вот этого да а не вон там внутри маленькие есть а да видно да есть там крышка тоже попадает как раз на шестине полосей да туда попадает но все равно ОВНТ сейчас они побольше сделали ну что убираем я думаю сполоснем в гараж положим да да пусть лежит нет это пара шестая а может быть я не знаю ну да 24 шлица идет на перед преднатяг я не помню честно сказать по моему шестая пара они так наверное метят у себя износа по зубьям ничего такого нет да нет да вот шестая пара шестая пара ну а надо там у меня как раз завода шестая же идут все убираем пусть лежит до лучших времен все затягиваем использовать масло буду ликвимоле 85 на 90 так как здесь неудобно заливать шприцом сейчас зальем и покатаюсь на ликвимоле помимо помимо этого сиденье у меня что-то развалилось смотрите в труху все в труху нижняя часть с подогревом вон Александр варит так что помимо всего можно приехать подварить какие-то нюансы Друзья на дифференциале повышенное трение от производителя АВТ я уже катаюсь месяц и есть что вам уже рассказать если вам интересно переходите в мой телеграм-канал НИВА 007 задавайте мне вопросы присылайте фото видео своих автомобилей жду вас в комментариях прошло 5 часов все мы сделали все заменили самоблок АВТ установили редуктор ватнули масло ликвимоле залили вот все нормально сидушечку подварил и нижнюю спинку и верхнюю спинку подварил сейчас прям сидишь борзо-борзо а то я недавно что-то с перекрестка резко тронулся и у меня сидушка так короче нижнее крепление оторвалось я с Александром все мне это приварил и верхнюю сидушку с этой стороны тоже там приварил хотя машину когда купил новую по гарантии ее поставляете варили ладно что могу сказать по преднатягу 10 кг на переднем редукторе от АВТ он никак не чувствуется вот я еду сейчас по городу по трассе посмотрите еду по городу по трассе перемещаюсь с полосы в полосу метет у нас жестко ничего не гудит то есть Александр тепловые зазоры все делает по уму нормально уже не одну машину собрал именно самоблоки которые но не только там самоблоки но и пневмо и электро устанавливают без разницы автосервис 56 молодцы Александру спасибо что помогает надеюсь производители АВТ учли все ошибки по производству дифференциала повышенного дрения который сейчас установил да мы увидели разницу разницу в том что больше стало отверстий которые поступает масло туда чтобы у нас шесть полосей купались в масле чтобы не было масляного голодания вот думаю все таки они смотрят наблюдают надеюсь что по исходу пару месяцев у нас все будет нормально потому что первый самоблок у которого шестерни полосей стерлись в пух и прах прошло в принципе не так-то много количества времени ездил я на нем не так-то много у меня всего-то сорок девять пятьсот пробега на этом автомобиле и сколько я уже их заменил то есть пробеги в принципе маленькие катаюсь я по бездорожью не так-то много только в основном для видео и не хотелось бы чтобы ну так же новый самоблок вышел из строя быстро не хотелось бы хотелось бы конечно чтобы на это обратили внимание производителя в это все катаемся дальше наблюдаем рассказывать и и и все с в все и все и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok